Здравствуйте! В середине 20 века в МГУ существует традиция исследовать различные районы нашей необъятной родины на предмет бытования фольклора. В 2018 году наша команда, в которой были в частности и Роман Илюшин, и Анна Земцовская, посетили 10 деревень Пинежского района Архангельской области. Наша база располагалась в деревне Кеврола, но мы постоянно совершали выезды в Едому, Немнюгу, Киглухту, Кушка-Полуверкалу, Рускаверу, Йоркина, Земцова и Ваймушу. Какие же сведения обязан добыть каждый студент фольклорной экспедиции? Это история края и народов, населявших его, то есть все этнографические и социологические реалии этой местности и, конечно, собственный фольклор. Но ни одна научная работа не проходит без точного разъяснения терминологии. Что же такое фольклор? Фольклор от английского «народная мудрость» — «народное знание». В 1846 году Уильям Томпсон впервые использовал эту тему. Первые русские ученые понимали под фольклором общую совокупность народного знания. Но на сегодняшний день это определение никуда не годится, ведь даже слово «народ» стало предметом научной дискуссии. И только к концу XX века русскому ученому Борису Николаевичу Путилову удалось прийти к компромиссному определению. К фольклору относится весь комплекс традиционной духовной культуры, реализуемый в словах, идеях, представлениях, звучаниях, движениях, действиях. Но в первую очередь, конечно же, во всей словесной культуре, в ее многообразии. Кстати, если вы хотите узнать, почему русское устное народное творчество — это нерусское неустное ненародное творчество, то приглашаем вас на межпредметную выездную школу АПО «Древняя Русь». Она пройдет в рамках курсов для начинающих языковедов, историков, искусствоведов. Следите за обновлениями на сайте apo.rf. Даже если мы определились с терминологией, трудно проситься в дом к информанту, обладая только этими знаниями. Кстати, информантом мы будем называть любого носителя традиционной культуры, будь то член профессионального фольклорного коллектива или случайный пьяница Горемыка, которого мы тоже опрашивали, ибо в научной работе не должно быть никаких исключений. Мы задавали вопросы. Всем! Какие конкретно фольклорные жанры существуют? Из области темной народной магии это лечебные, любовные, хозяйственные заговоры, приговоры и молитвы. Дедушка-голуванушка, дворовый хозяюшко, скотский пастырь, ты паси мою скотинушку по лесам, по полям, по рекам, по проточинкам. Ты утром ее выпуси, а ночью домой пригони. Аминь, аминь, аминь. Устные рассказы фольклори подразделяют на несколько жанров. Это христианская легенда со святым персонажем в главной роли, быличка в ней фигулирует нечистая сила, это своеобразный страшный рассказ, бывальщина, то есть не сверхъестественный случай из жизни, например, встреча с медведем, анекдот, поверье и историческое предание. Всем известны малые жанры фольклора. Поговорки, пословицы, загадки, сказки о животных бытовые и волшебные. Ну и, конечно, ну куда русский человек без песни? Жанры лирические, хороводные песни, частушки, баллады, духовные стихи, городские песни и романсы, песни исторические. Мы будем рассказывать не только о необрядовом фольклоре, ведь на севере существовали невероятно богатые обрядовые традиции. Мы познакомим вас со свадебным, похоронными и рекрутскими обычаями и песнями. И если вы думаете, что о фольклоре стоит говорить только в прошедшем времени, это не так. Ежегодно студенты из МКУ фиксируют множество фольклорных текстов. Просто их объем становится меньше, количество тоже, само собой, уменьшается. Да и редко сейчас встретишь активную и задорную разговорчивую бабулю, чей устный рассказ покажется уникальным произведением русского народного творчества. Наш век – это уже не век устной народной культуры. Об элинах в полевой фольклористике не говорят уже с начала XX века, а про тяжных русских песен уже не знает никто, кроме профессиональных хоров. И тем не менее жители северных деревень искренне верят в глаз, в колдунов и знахарей и в великую силу слова. Вот то, что сближает их с нами, филологами. Почему мы обращаемся к фольклору? Во-первых, нам необходима фиксация как можно большего количества явлений из исчезающей культуры. Подобно тому, как истфаковцы собирают осколки античных амфор, хотя об античности, казалось бы, все уже давно-недавно известно, мы собираем осколки фольклора. Будем откровенны, прогноз относительно будущего устного народного творчества неутешителен. В том традиционном виде, в котором фольклор представляется большинству русских людей, он уже не существует, или почти не существует, или же близок к тому, чтобы исчезнуть. Почему так происходит? Все просто. Не существует никакого устного народного творчества без носителей культуры. Поэтому, умирая и никому не передавая свое знание, бабушки лишают следующие поколения этого богатства. Уже в этой экспедиции мы фиксировали то, что рассказывали нынешним бабушкам и их бабушке. То есть, это уже даже не бытование фольклора, а лишь память о его бытовании. Вот классический пример. А помните, что пели? А? А помните, что пели? А, нет, я так ничего не помню уже. Ничего не помню я так. Может быть, кто-то еще в Едоме пел? А, так нет, я сейчас одна женщина так осталась. А, все, уже все, померли, никого так в живых нет. Вот, Нина Поликарповна была, да, она что-то пела, так живой нет ее уже, нет. Я одна осталась так. Одна, да, женщина там на Едоме. А может, помните, как хоронили? Да, там, причитали то, раньше то причитали на похоронах то. А в ваше время не причитали? Ну, кто умел, так причитал, вот у нас Нина Фефел, вот она так к мужу своему, ух, как причитала. Да, да. Я у меня так никого в живых-то, ни родителей не осталось то. Я одна была, мелкая-то, и к мне ничего не передалось то. А так-то, да, там, причитали в наше время то, да. Но еще встречается в деревне и много самородков, которым ночью на грудь прыгает дедушка-домовеюшка, чудит и все пугает. Которые кладут блюда с рыбой брюхом к порогу на похороны и брюхом к красному углу на свадьбу. Кто верит в колдунов и знахарей, кто не мыслит себе застолье без песен, чаще грустных и по-северному печали. И если говорить о важности обращения к этой культуре, надо сказать, что изучая фольклор, можно хорошо разглядеть душу русского человека. От чего он страдает, чему радуется, о чем мечтает, во что верит и во что не верит. И, пожалуй, ценнее всего для многих из нас стала возможность узнать, на чьи плечи были взвалены тяготы нашей истории. Как люди жили в годы Великой Отечественной войны, в лихие девяностые, как старательно вели сельское хозяйство. И как безмерно страдали, видя умирающую русскую деревню. А в следующей серии... Неутешительные бабки и демоны, дружащие с Иисусом Христом. Заговоры, спрятанные коровы и, казалось бы, при чем здесь Украина? Субтитры создавал DimaTorzok